Вот уже больше месяца в топе самых популярных поисковых интернет-запросов вопрос о том, каким будет наступающий год и что сулит он разным знаком зодиака. Спросим об этом местного астролога Илью Фролова. Здравствуйте! Давайте начнем с глобального вопроса. Каким 2019 год будет для России? Не только для России, он в принципе для всего мира. 2019 год, это год желтой земляной свиньи у нас, он будет крайне эмоциональным. То есть у нас, да, у нас все человечество будет на таких эмоциональных качелях. То в хорошую сторону, то в плохую качаться. А в дальнейшем можно будет ждать каких-то кризисов. Ну, они у нас каждый год происходят уделяться, то есть этому не стоит. И я бы рекомендовал этим кризисам, наоборот, радоваться. Потому что кризисы — это признаки изменений. Причем изменений к лучшему. Ну, если опять же взять закон приливов и отливов или этих же качелей самых. То есть мы в самую нижнюю точку спускаемся в негативную. И когда уже чувствуем, что все дальше некуда, можно быть готовым, что мы по параболе уже вверх пойдем. Какой-то стабильности, то есть, получается, не будет? Нет. Этот год вообще год изменений. Изменений, причем в финансовой системе. Потому что у нас Уран выходит из созвездия Овна. Это предыдущие 7 лет были ознаменованы изменением в властных структурах. То есть мы могли это замечать. То есть реформы всякие проводились. А теперь он входит в созвездие Тельца. То есть реформы стоит ожидать уже в финансовой системе. И причем эти реформы людям не понравятся. Ну вот, к слову, я думаю, не ошибусь, если скажу, что многие жители, в том числе Алтайского края, думают, что год финансово будет очень сложным и напряженным. Ведь все вокруг дорожает. Ну, какие плюсы могут быть в этом? Ну, если вот про людей говорить, про всю, то есть, ну, про население, то почувствуют на себе только рост цен. И все. А для людей, у которых имеются какие-то сбережения, причем крупные, возможно, бизнес какой-то, ну, инвестиции у кого-то большие, то таким людям придется тяжело. Особенно, если люди цепляются за материальное. Год в плане материального неудачный. То есть нужно себе вектора выстраивать уже на духовной ценности. То есть развивать таланты, какие-то творческие. Писательство вообще взлетит. Писательство взлетит? Да, да, да. Много новых писателей увидим. Театр, искусство. То есть вообще все, что касается искусства, религии, кстати, тоже. Патриотизм у нас в стране взыграет. Ну, и в связи с вот этим взлетом патриотизма, причем не навязанного со стороны, а люди сами почувствуют, что нужно защищать свою землю, свои границы. И в связи с этим уже будут какие-то, не знаю, негативные настроения в сторону приезжих. Рассвет фашизма возможен. Я такое не исключаю. Особенно в периоды от январь-февраль и декабрь 2019. Что будет у нас с курсом валют? Доллар, евро себя хорошо чувствуют. Ну, в этом году, по крайней мере, точно. Ну, в этом-то да. Да. Не, ну, в смысле, в 2019-м тоже. А рубль с начала года ослабевает, потом летом какой-то у него есть стабильный. А потом опять еще. Ну, вот опять качели и в этом вопросе. Да, связано, скорее всего, с ростом все-таки цен на нефть. Я думаю. Ну, давайте все же поговорим о хорошем. Будем надеяться, что хорошего будет больше. А какими целями стоит задаться людям в 2019-м году? На что нацелить себя? Ну, как я уже говорил, нужно приоритеты выставлять нематериальные. Понятно. Если ты занимаешься творчеством, то у тебя будет все в порядке. Причем творчество нужно такое скромное. То есть не продвигать личный бренд, как сейчас принято, да? А именно прокачивать свои навыки, таланты. Еще этот год удачен для обучения. То есть можно поступить на какие-то курсы дополнительные, если вы давно хотели. Ну, опять все же на энтузиазме, видимо. И творчество-то продвигать так, чтобы всем нравилось, но особо за это никто не вкладывался. Ну, финансовый вопрос в этом случае вообще не нужно рассматривать. Если вы качаете в этом году вектор творческий, то все остальные, материальное, здоровье, оно подтягивается автоматически. А, ну, хотят так, это хорошо. Ну, вот от общих вопросов, которые у нас были ранее, более к частным. Что звезды сулят разным знаком зодиака? Ну, хотя бы несколько примеров. Хорошо себя будут чувствовать такие знаки, их называют мутабельные. Это знаки, которые могут подстроиться под любую обстановку, год изменчивый. И нужно будет адаптироваться очень быстро. И людям, рожденным под знаком девы, кто у нас там еще идет, телец нет, сразу говорю. Так, девы, рыбы, стрельцы, вот этим, да, вот этим людям будет вести. Ура! Я в этом списке. А людям, которые, ну, в фиксированном знаке родились, которые любят стабильность, не хотят ничего менять, а менять придется. Особенно вот начиная с середины года, вот где-то с июля, августа, это как раз момент, когда новые экономические реформы будут вводиться по всему миру. Вот таким знаком это телец, лев и скорпион. Таким вот знаком придется тяжело. А как рыбы в воде себя будут чувствовать, рыбы и козероги. Козероги, потому что со второй половины года вообще, ну, по всему миру начинается такая тенденция, как усердная работа. Прокачивание своих навыков, дисциплина, самодисциплина. Видимо, что-то произойдет такое, я даже не знаю, что, ну, предположений много. И люди просто начнут сильнее, усерднее работать. И вот козероги это одни из таких людей. А можете что-то сказать семейным парам, которые захотят заключить свой брак в 2019 году? Ну, для заключения брака я бы выделял такие месяца, как май, июнь и сентябрь. А если вы отношения пытаетесь завести новые, то есть, ну, не обязательно, что у вас кто-то есть уже в паре, то год очень удачливый для возобновления старых отношений. То есть свою бывшую вторую половинку найти заново. Тот, кто родится в 2019 году, каким будет новорожденный по характеру? Вот если до февраля родились, то такие люди будут стабильные больше, ну, детки. Где-то даже тихие, но будут по сторонам так зыркать и знать, куда пристроиться. У них очень хороший нюх на финансы и на недвижимость. А те люди, которые родятся уже после февраля, ну, то есть в феврале, там дальше, до февраля 2020 года получается, эти дети уже будут так же спокойные, но хотеть комфорта, то есть комфортных условий, чтобы там кресло мягкое, комната своя отдельная. А отпуск, когда планировать уже, можете сказать, летние месяцы наверняка? Отпуск. У нас очень много ретроградных планет в этом году, которые не дают начать что-то новое. И в отпуск я бы рекомендовал ехать в периоды с апреля по июль, то есть, ну, июль не включая, и сентябрь. Сентябрь самый лучший месяц, вообще у нас там много изменений, много движений, много перелетов, каких-то там миграций и прочего. Вообще вот эти движения все мы будем замечать в виде улучшений в сельскохозяйственной отрасли, в теме недвижимости, то есть будут возобновляться какие-то старые стройки, старые проекты. То есть все, что связано с прошлым, оно будет получать новый толчок. Вот, например, какой-то район не давали застроить, в этом году, в 2019-м, дело с мертвой точки сдвинется уже. Ну, у нас ровно минута осталась в эфире. Коротко, вот можно сказать, подытожить, так скажем, каким будет этот год? Я так поняла, что финансово особо неблагополучным. Да, год будет творческим, эмоциональным. Все, радуйтесь и... Ну да, в общем, радуйтесь в жизни, да и все. Да, как маленькие поросюшки, собственно, которые год у нас наступает. Вместо того, чтобы, например, набивать желудок, то, что опять же связано с материальным, с этим, лучше ищите новые вкусы, какие-то экзотические фрукты, блюда. То есть вместо того, чтобы набивать привычной едой, ищите что-то новое. Год изменчивый, и нужно меняться. Люди-то поймут. Спасибо, что пришли к нам в студию. Пожалуйста, зайдите еще. Ну а я напомню, что сегодня у нас в гостях астролог Илья Фролов.